МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Большая область, программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. В студии Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Собака в автобусе. Платить или не платить? В Сургуте пенсионер, постоянно возящий пса на общественном транспорте, вступил в конфликт с системой. Доверяй, но проверяй. Когда у надымской пенсионерки отключили электричество, она с удивлением узнала, что имеет полугодовой долг по коммуналке, хотя деньги перечислялись ежемесячно. Кто с тревогой следит за каждым снегопадом? И как хрупкая женщина управляется с большой лопатой? Из жизни обыкновенного дворника Пытьяха. Любишь дрифт? Добро пожаловать на специальную трассу. В Губкинском появилось место, где автолюбители могут крутить пятаки, никому не мешая. После нескольких трагических происшествий собачья тема стала одной из самых резонансных. Похоже, скоро стоит ждать изменений в законах, которые ужесточат роль хозяев животных, а также повысят ответственность муниципальных властей из-за вылов безнадзорных. Вообще, знание норм – это слабое место для большинства жителей страны. К примеру, собака не только друг человека, но и полноценный пассажир общественного транспорта. И на нее нужно покупать билет. Во всяком случае, у некоторых транспортных компаний Сургута именно такие требования к перевозке животных. В этом на своем опыте убедился один из сургутян. Для него каждая поездка на автобусе с собакой непредсказуема. На питомца все кондукторы реагируют по-разному. А что на этот счет сказано в законе? Узнала корреспондент телекомпании «Сургут Информ ТВ» Екатерина Дрокина. Вот автобус 24-й. Утро 8 часов с чем-то минут. Они за собаку двойной взяли. Назвать утро добрым сургутянин Вазген Шахназарян может далеко не всегда. Нередко его день начинается с конфликтов в автобусах. Повод для скандала всего один – требование кондукторов оплатить проезд за собаку по кличке Найда. Я никогда не платил. Тем более, с какого перепугу я должен за собаку платить, если она маленькая – раз. И второе – она говорит. Нет, по правилам это. Она большая, надо ей платить. Это только на руки маленьких собак. Типа бесплатно. Я говорю, не хочу ругаться. Я в больницу еду, там выйду, и вы дальше езжайте. С питомцем мужчина часто ездит в общественном транспорте. И одно дело, если бы билет на Найду спрашивали все кондукторы. Это бы означало, что существует правило перевозки животных, единое для всех транспортных предприятий. И спорить с кондукторами нет смысла. Но на практике, рассказывает Вазген, особое внимание пассажиру Найди уделяют только на определенных маршрутах. Хозяин собаки не понимает, почему. Она же щенок еще. Все вместе. Она привитая, документы у нее есть. Регистрированы. У нее больше документов, чем у нас, чем у этих работников. Люди все видят собаку. Сразу, ой, какая милая, играет. А собака еще чувствует хороших людей, плохих людей. Плохих она зло смотрит и старается гавкать. Вообще, по словам чиновников, ответственных за пассажирские перевозки в Сургутин, для всех транспортных предприятий действуют единые федеральные правила. Документ гласит, что за проезд питомца нужно платить. Более того, любую собаку от Чихуахуа до Алабая нужно перевозить в специальной переноске. В этих документах прописано, что перевозка собак возможна, как собака-поводырь для инвалидов. Это во первых случаях. Во втором случае, это когда собаку перевозят в какой-то переноске или в контейнере или ящике, которым возможно перевозить. На практике выходит, что некоторые сургутские кондукторы, скорее всего, не знакомы с федеральным законодательством, ведь в отличие от оплаты проезда, специальную переноску не требуют. Можно сказать, это даже на руку пассажирам с питомцами. Но что касается денег за билет, здесь правило одно – платить. Как бы это ни казалось несправедливым, для Васгена и для его собаки Найды. Февраль в Тюмени ожидается непривычно теплым. Это может испортить планы любителей зимней рыбалки. На водоемах уже начали появляться промоины, поэтому спасатели предостерегают рыбаков от выхода на лед. Корреспондент Тюменской службы новостей Алексей Козлов вместе с инспекторами ГИМС посетил рыбные места и пообщался с людьми, которые готовы рисковать жизнью ради хорошего улова. Это озеро Круглое. Оно в городе и здесь всегда много людей. Толщину льда замеряют в нескольких местах. Вот еще одно. Обалдеть! Ну, я бы сказал, 58. Но не везде он такой надежный. Вот здесь, рядом с протоком, невооруженным взглядом, видно, что льда уже нет. Это потому что потепление идет. Метеопрогноз, значит, у нас теплый февраль, то есть на реке появляется опасность в плане того, что река есть река при низких температурах. Промораживается, но малейшее только повышение температуры, где бьют ключи где-то промойные, они сейчас проявятся, естественно. Поэтому выход на лед не рекомендуется, по крайней мере, пока идет оттепель. Вот и здесь, на Туре, рядом с протоком в озеро Круглое вода не всегда покрывается льдом. Но рыбу тут ловят часто. Михаил говорит, что место хоть и опасное, но зато здесь и рыба есть. А у тех, кто сидит у берега на другой стороне, там, где безопасно, улова нет и демонстрирует окуня в качестве аргумента. Другой аргумент. Там, где лед толстый, бур может полностью погрузиться под лед, пока до воды доберешься. А здесь достаточно несколько раз его провернуть и готово. Выбираться из воды, если провалишься, конечно, неприятно. Такое было не раз, не скрывает Михаил. Но ему бояться тут нечего. Выходил из ситуации. Как пигвин. Ноги против течения, пласты и грудью на лед. За края хвататься нельзя, потому что лед ломается же. А просто чем шире делаешь, и грудью вперед против течения. На этой неделе температура воздуха может подняться выше минус 5 градусов. Поэтому подобные навыки могут явно пригодиться при выходе на лед. Однако, несмотря на теплую зиму, в этом году в Тюменской области не зарегистрировано ни одного трагичного происшествия на водоемах. Алексей Козлов и Андрей Ветров. Тюменская служба новостей. В Надыме пенсионерка отдала свою банковскую карту неработающему сыну. Он должен был оплачивать коммунальные услуги. В итоге долг за коммуналку составил более 60 тысяч рублей. А пенсионерка прожила без электричества почти полгода. Подробности этой бытовой, но очень неприятные для ее участников истории в материале корреспондента телекомпании «Ямал» Андрея Романова. Полгода без света не выходя из дома прожила 70-летняя пенсионерка из Надыма. А это при том, что у нее есть двое взрослых сыновей. Батарейки сын покупал мне. И я читала книжки, чтобы совсем не свихнуться. Для меня телевизор – это друг. Я все новости, я олимпиаду пропустила, я начала переживать. В 30 лет Людмила Давыдова переехала в Надым. На Крайнем Севере всю жизнь проработала маляром. Сейчас она инвалид второй группы. Недавно попала в больницу. О том, что пенсионерка уже несколько месяцев живет без света, узнала соседка по палате. Столько лет у меня с пенсии, ну я на пенсии высчитываю за квартиру. И вдруг я наложник. Ты объясни мне, может я действительно такая. К делу подключились депутаты Надымской районной думы и социальные работники. Так и выяснилось, что пенсионерка отдала банковскую карту своему безработному сыну, с которым проживает в одной квартире. Она верила все это время, верила своему сыну о том, что он исправно платит эти коммунальные платежи. И искренне не понимала, почему так происходит, почему нету света. Сейчас женщина находится на срочном социальном обслуживании. Первым делом к ней на дом пригласили врача. Доктор подобрал ей необходимое лекарство. Я не падаю, ребята, в обмороке. Вот что. Оно у меня что-то там делается. Я не падаю в обмороке. Каждый день с ней работает психолог. Специалист по социальной работе оказывает ей услуги документального характера, для того, чтобы собрать все документы. И мы привлекли участкового полномочного. Что участковый-то вообще говорит? Он просто пришел, мои данные забрал, опрос сделал. Что, как, почему. Данные забрал и все, и отпустил. Сфотографировал и все. По коммунальным платежам. Чтобы данная ситуация больше не повторялась, не возникала. Сейчас планируется подключить и автоплатежи по коммунальным услугам. Что касается долга за электричество, то его оплатили неравнодушные ямальцы. Теперь в квартире пенсионерки снова есть свет. И она может смотреть любимые новости. Хочет быть в курсе всех событий в мире. Кстати, старший сын Людмилы Константиновны тоже проживает в Надыме. Но свою маму он почему-то не навещает. Андрей Романов, Виктор Тинюков. Время Ямала. Надым. В Тобольске стартовала новая комплексная программа развития городской среды «Тобольск-2030». В ней запланирован целый ряд мероприятий социокультурного развития города. Насколько комфортно будет жителям и каким увидят его через несколько лет туристы? В сюжете корреспондента телекомпании «Тобольское время» Анастасия Тереховой. Продолжение следует... Попавшим в пятерку лучших. Был открыт и аэропорт «Ремезов», построенный также на основе частного государственного партнерства. Новая программа, собственно говоря, так же, как и предыдущая программа, в первую очередь, конечно же, нацелена на улучшение городской среды в интересах жителей самого города Тобольска. В городе Тобольске необходимо создавать и расширять инфраструктуру для приема гостей. И в рамках программы «2030» также мы обсуждаем строительство трех новых отелей, в том числе двух сетевых. Тобольск-2030 определил вектор социального развития города, обозначив точки роста. Продолжатся реновации о придомовых территориях, будут облагорожены фасады домов на гостевом маршруте, благоустроены общественные территории. Запланировано строительство многофункционального концертного зала, создание первого полноценного парка культуры и отдыха. У добыльков своя есть боль. Они очень ценят и чтят историю, и беспокоятся за сохранение объектов культурного наследия. И в этом как раз нам поможет программа «Тобольск-2030». Ведь объекты культурного наследия – это способ реализации полноценного туристического продукта. Порядка 20 объектов культурного наследия заложено в программу и ждут восстановления. Например, здание на улице Мира, бывший детский мир, гастроном, книжный магазин. По аналогии с «Тобольск-2020» к работе над новой программой будут привлечены горожане. Все эти инициативы будут представлены обязательно для рассмотрения на общественных обсуждениях. Ведь обратная связь, учет мнения населения – это очень важная составляющая успеха реализации программы. В марте-апреле текущего года состоится серия общественных обсуждений с табаликами приоритетных проектов и объектов для включения в программу. К концу второго квартала 2022 года, после изучения мнения горожан, основной перечень будет сформирован и представлен общественности. Анастасия Терехова, Рустам Рузиев, «Тобольское время». Это «Большая область», мы продолжаем, и вот что вы увидите далее. Кто с тревогой следит за каждым снегопадом? И как хрупкая женщина управляется с большой лопатой? Из жизни обыкновенного дворника Пытьяха. Любишь дрифт? Добро пожаловать на специальную трассу. В Губкинском появилось место, где автолюбители могут крутить пятаки, никому не мешая. Переселение людей из аварийного жилья – одна из главных задач, которую предстоит и дальше решать по всей Большой области. На юге региона до 2023 года планируется расселить более 9 тысяч граждан и выделяется на эти цели из областного и федерального бюджетов 9 миллиардов 300 миллионов рублей. На Ямале один из крупнейших городов – Новый Уренгой. Здесь в планах пустить под ковш экскаваторов более 50 тысяч аварийных квадратов. А переселить должны 325 семей. Если, конечно, они живут на законных основаниях. А как быть тем, кто на протяжении десятилетий проживает, что называется, на птичьих правах, узнавал корреспондент телекомпании «Импульс» Андрей Бережной. Деревяшка по адресу Ямальская, 42, признана аварийным домом. Уже в конце февраля планируется расселение и отключение ЖКУ этого ветхого жилья. Об этом неоднократно оповещали жителей. Но не все, проживающие в этом доме, готовы к переезду. В курсе, что у вас дом под переселение? Да. А что планируете делать? В феврале уже отключают отопление? Ушел от ответа. Решил не отвечать. А там дети, между прочим, маленькие ревут. Большинство семей оказались более сознательными и уже либо покинули квартиры, либо планируют в ближайшее время переезд. Мы знали, мы были готовы к этому, и мы уже рассматривали. Вот снимать, вот квартиру ищем. А, ищете квартиру. Ищем квартиру, что делать. Сейчас ипотеку собирает, не знаю, как там получится. А, ну то есть собираетесь, если что? В начале февраля будет, да, заниматься будем. Однако Марха Тамарова, мать четверых детей, не планирует оставлять свои квадраты. А давно вы узнали, что дом будет аварийным и расселяться? Вот года два, по-моему. Или год, или назад, или года два. Я точно не могу сказать честно. Как у нас остановился вот этот, за коммуналку я платить, все. Я здесь жила уже 18 лет. Плохо, чтобы детей у меня, некуда девать. И снимать у меня зарплата мне не хватает. У меня 30 тысяч зарплата. А как быть, когда, ну, отопление отключат? Это ж, ну, вообще это... Надеюсь, на улице не оставить. Я везде обрешалась, везде, куда могла, куда писала, говорила. И вам ничего не отвечают? А что говорят? Они ничего не могут, потому что я жила без документа здесь. Да, это не единичный случай подобных самозаселенцев. Вот в таких домах живут десятки семей без законных на то оснований. Те, у кого проблем с документами нет, уже вступили в программу переселения. В настоящее время проводятся мероприятия по расселению светового аварийного жилья. Нужно отметить, что обеспечению жилыми помещениями в обязательном порядке в рамках действующего законодательства подлежат, прежде всего, граждане, проживающие по договорам социального найма. Собственникам жилых помещений предоставляется выгодная цена. Граждане, проживающие без законных оснований, должны позаботиться о обеспечении себя жилым помещением самостоятельно. Программа переселения в газовой столице на завершающем этапе. Всего осталось 960 семей, ожидающих заветного переезда. Такой план рассчитан до 2023 года, но касается только тех, кто живет на законных основаниях. Самозаселенцы же только затрудняют и замедляют процесс реализации программы. Андрей Бережной, Виктор Гетленко, Мария Зеброва, информационное агентство «Импульс Севера». Эта зима подбросила снега по всей Западной Сибири. И тем, кто трудится на улицах с лопатой в руках, приходится практически круглосуточно ей махать. Техника, конечно, помогает, но есть немало мест, где только ручной труд может победить сугробы. Корреспондент телекомпании «Пытьях.Информ» Азалия Ташева познакомилась с бойцами коммунального фронта и посмотрела, как они работают. А снег идет, а снег идет, и все порой чего-то ждет. Слова из известной песенки. Зима. Пушистые снежинки часто навевают волшебное настроение. Не любоваться белоснежным покровом невозможно. Однако наверняка работникам жилищного хозяйства, а особенно дворникам, зима и обилие снега не кажутся таким уж сказочным. Ведь на их плечах лежат обязанности по очистке от снега и льда при домовой территории. И работа эта нелегкая. Обычный образ дворника – это человек возрастной. Мы же встретились с совершенно очаровательной девушкой. В ее хозяйстве три дома. На вооружении метла, совок, мусорный мешок на 260 литров. Сейчас еще и ледокол с лопатой. Когда сильные метели, бывает тяжело, очень даже сильно. Ну, справляюсь. Уже привыкла. Наверняка, что дворники не очень считают сказочным этот период. Да, мы ночью просыпаемся, смотрим в окно. Если снег идет, стоим пораньше, чтобы убираться. Чтобы люди, когда вышли, чтобы все было чисто. Рабочий график – шесть дней в неделю с позаранку и до трех дня. Зимой при неблагоприятных метеоусловиях порой приходится трудиться дольше. Тепло не одеваемся, потому что если мы тепло оденемся, не сможем двигаться, не сможем взять лопату в руки и снег кидать, потому что снега будет много и нам быстро устанем. А так быстро работаешь, главное – передышки не делать, потому что если отдохнешь, потом уже не сможешь дальше кидать. Но это очень сильно тяжело. Домой вечером приходишь, руки болят, ноги болят, не знаешь, что делать. Это очень тяжело. Добросовестный сотрудник у нас. Девочка работает очень хорошо. Жалоб никаких от жителей не поступало. Очень ответственная, старается поддерживать всегда порядок, угождает людям, всегда чистит все без конца, очень рано встает, следит. Девочка умница просто. У домов, где управляющая компания позаботилась о наличии хорошего дворника, всегда чисто. Семечные шелуха, окурки и различные отходы, что мы же и бросаем, оказываются в мусорном баке. А лестничные пролеты и площадки оттерты от грязи и пыли плевков. Мы спокойно открываем дверь подъезда, не расталкивая сугробы, идем по убранному тротуару. По признанию Вероники, бич чистоты – это пренебрежение к территории самих жильцов. Мусор, брошенный мимо урны или оставленный у подъезда, ежедневно заполняет ее многолитровый мешок. Хотелось бы хоть немного уважительного отношения. Ведь приятнее, когда вокруг все прибрано. Своим же коллегам она желает терпения и сил. И продержаться до тепла. Когда сойдет снег, станет легче. Азаля Ташева, Данила Лебаев, телекомпания «Пытьях.Информ». На Ямале может появиться еще одна столица – автоспортивная. Такую амбициозную задачу ставят перед собой ребята из Губкинского. Они объединились, нашли общий язык с местными властями и в результате получили прекрасную трассу для дрифта. Как теперь прокачивают скилл любителей бешеных скоростей и новых поворотов, расскажет корреспондент телекомпании «Вектор» Зинаида Исаева. Поехали! Скорость, адреналин, зрелищность – это прозимний дрифт. Так называется автоспорт, в котором пилоты входят в повороты в управляемом заносе. Цель – удержать скорость и не сойти с траектории. Теперь дрифт и в Губкинском. Сидел, как-то думал, чего здесь не хватает, вот лично мне, например, да, чтобы можно было сделать такого крутого, что город просто ухнет. Вот. И дрифт, конечно, дрифт. Соцсети, как всегда, сделали свое дело, написал в группу, очень много ребят подключилось. Сначала ездили в соседние города, потом решили создать трассу в городе. Еще в 2019 году дрифт трасса участвовал у нас в проекте «Уютный Ямал». Мы решили поддержать, потому что желающих действительно очень много, и самое главное – это не затратно. То есть надо прочистить дорогу, пролить ее водой, чтобы скользкая поверхность была. Соблюсти необходимые меры безопасности, в том числе по автомобилям, и вперед можно дрифтовать. Так, за несколько недель появилась трасса. Ее длина – около километра, а конфигурация позволяет использовать площадь максимально эффективно. Автоспорт – это культура и ответственность. Наклейка на одной из машин. И это ключевое в позиции пилотов. Мы против дрифта в местах, на дорогах общего пользования. Это бред, и ребят, кто этим занимается, не надо этого делать, это не дрифт. Да и вообще, автоспортсмены – за безопасность. Трасса в отдалении от жилья, вход, а точнее въезд на нее только после инструктажа. Каждый пилот экипирован. Обязательно шлем, ремни безопасности, в принципе, вот специальные спортивные ремни. По обуви, ну, обувь должна быть удобная. В принципе, это основные требования. Есть требования и к автомобилям. Зимняя резина, доработки подвески, спортивные кресла – и можно ехать. В этом спорте ограничений нет. Так Артем Говоров построил машину под себя. Единственное исключение – это на ручном управлении она. Насцепление, тормоз. Управлять правой рукой одновременно. То есть переделано, чтобы можно было управлять руками. 15 губкинских пилотов уверены – нет ничего невозможного. Доказательство трасса. Автоспортсмены надеются, что в будущем Губкинский проведет соревнования по зимнему дрифту. Снять кино сегодня достаточно просто. Необходимое оборудование вполне доступно, как и навыки работы с ним. Но сделать такую картину, чтобы ее оценили на профессиональном уровне, способны немногие. В кинотеатре Нижневартовска покажут художественный фильм «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», созданный местной командой на народные деньги. С автором ленты Алексеем Житковским встретился корреспондент телекомпании «Транзит» Михаил Светошев. То, что в Нижневартовске снимают кино, далеко не новость. Интересно то, что фильм, созданный энтузиастами из столицы Заматлора, стал участником различных кинофестивалей и получил положительные отзывы компетентных специалистов. «Картина вартовчанина» Алексея Житковского «Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер», отмечена призом зрительских симпатий в Екатеринбурге и наградой за лучшую роль в Нижнем Новгороде. Для чего тебе нужно было снимать фильм в Нижневартовске? Насколько я помню, в тот момент сошлись звезды. Просто была идея, были люди, были силы, было время и было желание снять кино. Вообще все равно, где бы это происходило, это произошло в Нижневартовске, в кинотеатре «Мир». Заканчивается фестивальная история фильма, и пришло время представить его широкой публике на широком экране. Причем в том самом кинотеатре, где проходили съемки. А зрителями станут люди, которые своими деньгами помогли создать ленту. Мне кажется, важно как-то поставить точку, завершить эту историю. Не просто выложить в интернет, это мы обязательно сделаем, но и как-то посмотреть его в самом кинотеатре. Потому что это кино, оказалось, что это кино, которое мы делали такой маленькой командой, оно отлично смотрится в кинотеатре. К тому же вот этот эффект присутствия, ты как бы сидишь в кинотеатре, в котором этот фильм был снят, и он на экране, и ты в зале, и вот какой-то получается интересный такой эффект. Кроме фильма Алексея Житковского, зрителя ожидает показ черно-белой немой картины «Страсти Жанны Д'Арк», вдохновившей команду Нижневартовских киношников. Озвучит ее мультиинструменталист Алексей Малиновский. И, конечно же, после показа состоится обсуждение просмотренных работ. Слушай, ты и правда разговаривала с Богом? Хотя не вару. На макиды, пап! Михаил Светошев, Дмитрий Дакимов, телекомпания «Транзит», Нижневартовск. Такое увидела картину жизни в регионе творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова